Пам-пам. Пригожин разбился. Украина получает самолеты, а Россия бомбит Луну. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня мы поговорим о самых интересных новостях и событиях в России и мире за последнее время. И нам сегодня есть о чем говорить. Так что закидывайте лайки и погнали. Пам-пам. На секунду сделаем паузу в подсчете, кто из блогеров, комиков, других медийных лиц начал снимать контент для ВК, тем самым приближая блокировку Ютуба. Я по этому поводу уже высказывался, что как будто есть в этой схеме пара больших дыр. Но даже если представить, что тот, по сути, бесплатный Netflix, который сейчас превращается в ЭК-видео, это действительно попытка подготовить альтернативную площадку Ютубу перед блокировкой, то кажется, это не единственный путь, который рассматривают власти. Вот такая картинка разлетелась по сети. Сотрудникам Ростелеком предлагали протестировать работу анализаторов удобства использования популярных платформ видеохостинга. И вот такая ссылочка. А если по ней перейти, она, естественно, сейчас уже не работает, но вот когда она работала, то там был просто Ютуб, но с другим адресом. То есть Ютуб открытый через какую-то Ростелекомовскую оболочку дополнительную. Официальный комментарий Ростелекома? Да это мы там кое-что свое тестируем, дефолтно на примере Ютуба вы просто не обращайте внимания. Но мысль-то на самом деле простая и понятная. Заблокировать прямой доступ к Ютубу, но разрешать смотреть видео через специальный фильтр, через который пройдут безвредные видео с котиками, лайфхаками, реактами на мужское и женское, но не пройдет вредный и опасный контент, там, например, где на дронах летают над дворцами. Если такая схема будет рабочей, то все, как будто решение найдено. Останется только собрать жалобы каких-нибудь активистов, каких-нибудь лик безопасности, чтобы они сказали, что очень много плохого и вредного контента на этом американском Ютубе. Потребовать заблокировать его, его не заблокируют, и все, тогда включайте специальный фильтр. Ростелеком Туб. Ну, это как бы отстой, конечно, что я тут могу сказать. Я, как и вы, знаю слухи о том, что в сентябре могут заблокировать Ютуб. Очень надеюсь, что этого не случится. И на самом деле, если серьезно говорить, то, конечно, не столько конкретно о Ютубе нужно переживать, а о том, что начнут массово блокировать удобные протоколы VPN. Потому что сейчас можно спокойно пользоваться заблокированными сайтами через тот же OpenVPN. И если Ютуб в лоб заблокируют, как другие заблокированные сайты, то включаешь VPN, спокойно им пользуешься дальше. Чуть медленнее только, да. А технические возможности блокировать VPN уже существуют у властей. То есть, если рассматривать вариант того, что вот в рамках ближайшего года планируется блокировка Ютуба, я, кстати, не совсем понимаю, зачем это может понадобиться, потому что разве там осталась какая-то протестная активность внутри страны. Что если вот эта гонка за блокировкой все большего числа ресурсов, это просто палочная система у силовиков, что им нужно все больше и больше блокировать из года в год. Ну и желание подзаработать у тех, кто будет выгодополучателем этих решений. Но вот ладно, представим, что вот прям спать не могут в Кремле, им очень надо заблочить Ютуб. И получается, что это может быть удар сразу с трех направлений. Запретить сам ресурсы протокола VPN, предложить альтернативу в виде какого-то портала окна, где контент будет отфильтрован уже, только безопасный, полезный, и, может быть, еще будут слить за тем, кто что смотрит. Ну и с другой стороны будут предложены альтернативные российские площадки с уникальным контентом. Масштабно все это признаю, амбициозно, но можно, пожалуйста, вот Ютуб поставить в покое, как будто есть более важные дела. Нет такого ощущения? Пам-пам. Что ж, продолжая новость из предыдущего выпуска, увы, мягкой посадки не получилось. Станция Луна-25, детище Ростелекома превратилась в Луну-200. Вместо мягкой посадки она просто столкнулась с поверхностью Луны. Первая лунная миссия в современной истории России, а если брать дальше, то первая с 76-го года провалилась. Я тут даже не хочу какие-то выводы делать, потому что вы сами их уже сделали. 25 раз расстроились. Потому что, ну, реально, несмотря ни на что, живет эта надежда, что столько всего крутого раньше сделали в плане освоения космоса в стране. Хочется верить, что и новые успехи будут. На кону же, типа, десятки, сотни миллионов. На кону репутация страны. И, главное, шаг в понимании космоса и нашего места в нем. Но по какой-то непонятной причине станция перешла на неконтролируемую орбиту, разбилась. Роскосмос вообще очень неохотно это комментирует. То есть первые неофициальные сообщения о том, что станция разбилась, поступили чуть ли там не за 6 часов до пресс-релиза госкорпорации. По итогу, все материалы, которые мы получили, это несколько фотографий с технической камеры. Я Луну глазом лучше вижу. Потом были снимки обратной стороны Луны и измерения потоков излучения. Все, миссия закончена. А еще знаете, какой интересный момент я заметил? Даже сложно из него делать какие-то прям выводы большие, но расскажу. Я подписан на кучу иностранных изданий, чтобы выбирать там тоже, мониторить новости, собственно. Поэтому у нас тут новости и события в России и мире. И вот я листаю топы новостей. Там первая страница, вторая, третья. Никто не упоминает о том, что Луна-25 разбилась. Там даже не новость была, по сути. В итоге, конечно, через поиск я нашел небольшие статьи о запуске, о крушении писали тоже. Но там минимальное внимание людей это привлекло. То есть то, что для нас в стране это главная суперкосмическая новость, в остальном мире прошло весьма незаметно. Зато из иностранной статьи я узнал, что как только вот прошла новость о том, что Луна-25 разбилась, Индия чуть ли не сразу запустила обратный отчет до того, как их собственная станция Чандреян-3 прилунится на южном полюсе спутника. Что, собственно, они и сделали 23 августа, став четвертой в мире страной, совершившую мягкую посадку на Луне после СССР, США и Китая. Поздравляем Индию. Ну и я очень сильно надеюсь, что Луна-25 расшиблась не из-за того, что они очень поспешили с запуском, чтобы успеть обогнать индусов. Потому что это как-то подозрительно близко, да, эти две даты. Сейчас будет экстремальный трюк в моем исполнении, для этого даже надо выйти из квартиры. Итак, сейчас у меня в руках появится iPhone. Да, уберите детей от экранов и подведите к экрану ценителей хороших банковских приложений. Потому что выход этого видео поддержал мобильный банк Alpha Online, который через браузер работает на любом смартфоне, даже на iPhone, где не получится установить классическое приложение из App Store. Но вы вообще не заметите разницы, потому что интерфейс идентичен приложению. Можно сохранить иконку на главном экране и запускать, как обычное приложение. В настройках включить быстрый вход по Face ID. И теперь iPhone Online запускается с рабочего стола по ТАПу и не нужно вводить коды с смс. И все. Теперь можно управлять деньгами, открывать счета, выпускать карты, заказывать справки, писать в чат, смотреть историю расходов. Все, что вы привыкли делать в приложении. Все привычные функции тоже на месте. Оплата по QR-коду, переводы по СБП. Чтобы быстро переводить по номерам телефона, достаточно включить доступ к телефонной книге в настройках iOS. Подтверждение операции опять же через Face ID без всяких смс. Но не зря же отраслевые аналитики из MarksWeb признали iPhone Online лучшим мобильным банком для ежедневных операций и удобной заменой визитом в офис. Из приятных бонусов, веб-версия не занимает места в памяти и самостоятельно обновляется. То есть у вас будет мобильный банк, который работает всегда. И на iPhone, и на Android, и на вашем Vertu. Если вы только себе браузер каким-то образом не удалите, ссылочку оставляю в описании и можете прямо сейчас протестировать. Кир, спасибо за iPhone. А у меня там еще новости. Пам-пам. Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности командующего воздушно-космическими силами. По крайней мере, об этом заявляется в СМИ. В самом Минобороне делают вид, что ничего не произошло. На сайте фоточка до сих пор висит. Не обращайте внимания. Но вот по инсайдерской информации Суровикин, похоже, пакует чемодан и уходит на другую работу. Какую, не уточняется. Все максимально покрыто вот туманом таинственности. Гос-таинственности. Факт у нас таковы. Суровикин не заметен на публике после мятежа ЧВК Вагнер в июне. Тогда он вообще-то одним из первых записал обращение к наемникам с призывом остановиться, одуматься. Может быть, вы помните те видео, которые куча разных вообще-то не публичных генералов в ночи записывали в каком-то кабинете там на Лубянке или в другом важном месте. Но уже тогда пошла информация, что Суровикина задержали и допрашивают. Что он как минимум знал о том, что планируется такой мятеж и ничего не сделал. А может быть, даже он поддержал его с какой-то целью. Там, может быть, поджать под себя управление всей военной кампанией. Может быть, даже стать министром обороны. Вообще, может быть, он планировал стать президентом мира. Мисс Вселенная. Мы тут можем бесконечно фантазировать, потому что реальных ответов нам никто не дает, не сообщает нам. Реально, кто мы такие, чтобы знать, какие там перестановки происходят в руководящих кругах страны? Всего лишь граждане. Ведь по этикету, который принят в текущей системе, все важные решения должны быть такими тихими, максимально многозначными и непрозрачными. Помните, как смещали других скандальных чиновников, типа Рогозина и Мутко? Там как будто никаким образом публичная их популярность, оценка действий со стороны людей не влияла на дальнейшую судьбу. Мутко по итогу из спорта пересел на, наверное, не менее жирное место одного из самых главных строителей в стране. Он руководит структурой Дом РФ. А Рогозин хер знает, чем он занимается, но отсвечивает в новостях иногда. Но мое любимое, это бывший губернатор Питера Полтавченко. У него, по сути, в Википедии биография обрывается в 2018 году. Его тогда сняли с поста, сказали, что он будет там судостроительством заниматься в стране. Все. Человек исчез из инфополя. Кстати, в этом августе его и с этой должности сняли. Возможно, заметили, что его и не существует просто. Никто не ходит на работу. Я думаю, тут сильно связано с тем, что власти очень боятся публичных скандалов. И даже если кто-то очень сильно обосрался, этого не признают сразу. Надо всех как-то постепенно глушить и избегать привлечения внимания. Мне кажется, такое молчание властей вводит общественных заблуждений, подрывает вообще доверие к официальным структурам. Ведь в информационном поле, которое пустым оставляется, там быстро появляются все разные слухи, догадки. Но, но тут я могу исходить из-за ложного предположения, что кому-то это доверие вообще важно. Возможно, их куда больше устраивают вариант, чтобы все фантазировали о том, что там натворил Суровикин, где он, что он. Всегда, чтобы осталась какая-то тайна и непонятка, чтобы были пути к отступлению. Вообще, как бы, с чего вы взяли, что Суровикин жив? Пам-пам. Да ладно, Суровикин. Главная же новость обозримого будущего. Разбившийся самолет самого Евгения Пригожина. Вот это реально неожиданный поворот в том сериале, в котором мы живем, тянет прям на финал сезона такой клиффхенгер. Неужели из сюжета убрали одного из самых интересных персонажей? Под Тверью рухнул самолет Embraer Legacy 600, это один из бизнес-джетов Пригожина, и при этом заявляется, что в числе семи пассажиров, которые погибли, был сам Пригожин и сооснователь Вагнера Дмитрий Уткин, в честь чего позывного, собственно, ЧВК и назвали. Остальные пять человек, я не знаю, это может быть, ну не удивлюсь, следующие пять главных людей в Вагнере. То есть, короче, ЧВК обезглавлено. Ну, мы как будто все понимаем, исходимся во мнении, что крушение такого самолета, ну не случайно, да, это должно быть какое-то такое невероятное стечение обстоятельств, что спустя там пару месяцев после этого мятежа, именно этот самолет сам сломался в воздухе. Есть несколько версий, это может быть теракт на самом борту, а может быть, самолет сбили ПВО, напомню, сбили на территории Тверской области. Это, напомню, Россия, и понятно, что есть только один человек, который мог отдать приказ сбить такой самолет в России, и вы знаете, кто это? Байден. Вообще, я не уверен, что усну сегодня ночью спокойно, потому что мне очень интересно, как официальные каналы российской пропаганды будут объяснять, как вообще это могло произойти, как, как, кто сбил самолет героя России и заслуженного мятежника над Россией. Ну, наверное, скинут на теракт, украинский, может быть. Момент тут есть важный, да, а был ли на борту Пригожин? Ну, или хотя бы один вот из этих людей, как там их звали? Умник, Ворчун, Весельчак, Соня, Скромник. Потому что мы точно знаем, что как минимум у него был специальный паспортный двойник, то есть, может быть, он зарегался на этот борт. Тут вообще в целом интересно, потому что с одной стороны, ну, уже идут подтверждения, типа, от приближенных, от самого Вагнера, говорят, что тела опознали, осталось только получить подтверждение лично от Пригожина. Но с другой стороны, у него уже был опыт, операция с подставным самолетом, чтобы отвлечь внимание, чтобы уйти на покой, или, может быть, спровоцировать какого-то предателя. Я сразу вспомнил ту серию Шерлока Холмса с самолетом мертвецов. Хотел бы сказать, что единственный способ удостовериться, что он жив, это какое-то видео от него, но вдруг он заранее это предусмотрел и записал кучу видео, отложенные посты. Опять же, аналогии с Шерлоком. Ну, и как бы странно уходить на покой таким образом, потому что тогда все его дела в Африке кто будет вести? То есть, такое себе решение. Он что, Танос какой-то? Натворил делов и уехал кукурузу выращивать. Так что, может быть, правда, его реально убрали. Но кто убрал? Свои? Путин. То есть, они же вроде там договорились на каких-то секретных условиях, о которых не рассказали нам. Тогда это будет сигнал всем людям в окружении Путина, что ему нельзя верить, что он не соблюдает договоренности. Если это сделал кто-то из российских силовиков без беда Путина, то это попахивает новым заходом на переворот. Исключаем эти варианты, и поэтому остается Байден. Доказано. Больше некому. Короче, что думаете? Жив он? Не жив? Даже если останки покажут, где гарантия, что это правда он. Все. Конец. Никому нельзя верить. Ну, мне можно верить. И на канал подписывайтесь, чтобы новые новостные выпуски не пропускать. Пам-пам. Новость в жанре «Че, реально?» Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира за 2022 год. «Че, реально?» Я первый раз эту информацию увидел в виде цитаты Путина. И там как бы сразу вопросики к методике подсчета, Но оказалось, что реально это заявление Всемирного банка. Первая пятерка выглядит вот так. Китай, США, Индия, Япония и Россия. Цифры мне лень озвучивать, но вы можете обратить внимание, что отрыв у первых двух стран от остальных значительный. Как и везде в лидерах Китая и США, но по прогнозу до конца десятилетия Индия догонит, а может быть даже и перегонит США. Но вот то, что Россия на пятом месте, это правда внезапно, потому что заметный рост. Но, конечно, есть пара моментов. Во-первых, прошлый год был супер нестандартным. То есть, с одной стороны, да, обрушились там санкции из-за войны, с другой стороны, страна невероятно много заработала на экспорте углеводородов, потому что цены поднялись. Как я всегда и говорю, интересно посмотреть, что вот с экономикой будет в ближайшие годы, когда все стороны адаптируются к новым условиям и начнут реально действовать санкции накопительные. Во-вторых, помимо численного выражения в ВВП, Всемирный банк еще озвучивает рейтинг доверия, рейтинг качества данных, потому что не у всех стран официальная отчетность прозрачна и надежна. Естественно, высший уровень доверия к США, Японии, Германии и Франции. У Китая и Индии пониже, а Россия на третьем уровне вместе там с Мексикой, Украиной, Пакистаном. Кстати, удивился, что у Казахстана рейтинг качества оценки ВВП еще ниже. Но самый важный момент, который вот вообще никогда не забывайте, слушая любую информацию о ВВП любой страны, что это, ну, не существует прямой зависимости между ВВП и уровнем жизни граждан. Баловый продукт может в 10 раз вырасти, это круто, но это не гарантия того, что жилье, здравоохранение, образование, путешествия станут лучше и доступнее для рядовых граждан. Но не сильно об этом переживать, я в конце ролика скажу почему. Пам-пам. Курс доллара лихорадит. Наш ЦБ и правительство думают, как можно его как-то подуспокоить, хотя бы ниже 100 рублей за доллар держать, чтобы обменники не разорялись на новое табло. Вроде пока получается, но есть люди, которые лучше справляются с удержанием цен. Это я с Лизой в нашем тревел-агентстве пора. Мы стараемся держать цены на туры на прежнем уровне. Поэтому успейте уходить в последние места в группы, которые отправляются на сафари в Кению гулять с жирафами и зебрами и на Сокотру, чтобы погулять по инопланетным ландшафтам острова. Кению у нас уже в сентябре, а Сокотра будет в ноябре. А вот туры в Иран и Кыргызстан уже распроданы полностью. Sorry. Если вы хотели туда попасть, но не успели, записывайтесь в лист ожидания. Мы с вами свяжемся, как только появятся новые даты. Ссылка в описании. Пам-пам. Нидерланды и Дания первыми решили сделать Украине тот подарок, который давно у нее висел в виш-листе. Истребители F-16. Точное число, которое передадут еще, непонятно. Но у одних Нидерландов в распоряжении 42 самолета. То есть в теории все могут отдать, самолеты сразу на фронт попадут. Есть куча дополнительных этапов, включающих, но не ограничивающихся подготовкой летчиков. И сейчас говорят, что скорее всего это случится не раньше 2024 года. Украинские политики действительно давно вели публичную кампанию с призывом предоставить им самолеты, потому что до сих пор Россия, по сути, имеет полный контроль над небом. И тут американские истребители могут сильно изменить расклад сил. Не факт, что озвученного количества хватит, но все понимают, что это только первые шаги, как и с другими видами вооружения. То есть главное, чтобы кто-то первый это начал делать, как бы разблокировал категорию, и дальше оно все легче пойдет. Как минимум сам факт того, что официальные лица вот уже заявляют, готовы передавать самолеты, это значит, что США разрешили это сделать. То есть в оружейном бизнесе нормальная практика, что если ты продаешь какой-то стране оружие, то также под гарантией того, что потом это завтра на Авито не появится. США, естественно, много кому успели продавать F-16, значит потенциальная, принципиальная возможность новых передач есть. В любом случае, Зеленский уже сфоткался довольный с улыбкой на фоне самолета вместе с главой правительства Нидерландов. Понятно, раз Зеленского, у него сейчас большая часть работы, это выбивание нового оружия. Но совместная фотография лидеров стран, где они улыбаются на фоне страшнейшего оружия, датский премьер-министр хохочет в кабине самолета, это такой, знаете, конечно, символ времени. Больше даров богу войны. Ну и сам факт того, что вот обсуждается, что самолеты не раньше 24-го года будут на фронте, это же что значит, что война продолжается, не расслабляйтесь. Пока одни учат пилотировать F-16, другие учатся их сбивать. В это время Зеленский будет уже вести кампанию по получению следующего вида оружия. И все идет к тому, чтобы просто тактическими ядерными боеголовками фигачили друг в друга. График войны расписан чуть ли не дальше, чем следующие фазы фильмов Марвел. Может, это хватит? Пожалуйста. Пам-пам. Российские власти, видимо, тоже закладываются на долгую войну. Ведь как решить проблему с тем, что до небоскребов Москва-Сити чуть ли не каждую ночь долетают теперь украинские беспилотники? Сити это вообще-то и так такой сборище долгостроев, а теперь там как будто вообще все остановилось на одном уровне. Ночью взрывают, днем ремонтируют. К счастью, пока без жертв, но тут, к сожалению, да, это вопрос времени. Рано или поздно это случится при такой регулярности. У нас же единственная система предупреждения жителей, там не тревога какая-то или СММ-оповещение о том, что дрон летит, возможно, с бомбой. Единственный способ понять, что на Москве летит очередной дрон, это закрытие аэропортов. Сделайте, пожалуйста, какой-то телеграм-бота, который высылает оповещение о том, что внуково восстанавливает полеты. Это вот лучшее предупреждение о дронах будет. Ну и отвлекся, да, значит. Власти играют в долгую. Поэтому с первого сентября школьников будут учить обращаться с дронами на курсах начальной военной подготовки. В программе предусмотрено изучение видов предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведение разведки местности и способов противодействия БПЛА противника. Вот такие у нас теперь основы безопасности жизнедеятельности. Учим детей сбивать дронов. Хотя я не знаю, чем они могут им противодействовать. Типа всем выдадут эти антидронные пушки, что ли? Или мы будем тренировать FPV летчиков Камикадзе? Я сначала хотел добавить, что может быть побочным продуктом такой системы образования будет то, что у нас будет много хороших операторов дронов, которые пойдут работать в разные видеопродакшны, но ведь нет. Детям, конечно, объяснят, как управлять дроном, наверное. Но ведь все равно у нас чуть ли не по всей стране полный запрет на гражданские полеты на дронах. Я вот сейчас планирую съемки тревела по России, я не знаю, как быть. Захотел ты красивый пролетик над рекой тобой едет наряд. Пам-пам. Вот вы, наверное, думали, что в новой экономической ситуации со всеми ее санкциями, закрытыми границами нам станет как-то внутри России менее комфортно жить, да? Но ведь наоборот, комфорта стало больше. Ровно в два раза. По крайней мере, в мире авиакомпании Аэрофлот и авиакомпании Россия, которые удвоили число мест класса комфорт в части своих самолетов, конкретно вот в этих двух моделях. Причем с минимальными вложениями. Они вообще, на самом деле, ничего не меняли. Вот бывает, что у крыла самолета два ряда рядом с аварийным выходом, То есть там больше расстояние между рядами, чтобы можно было в случае эвакуации проходить людям. Но раньше в самолетах комфортом считался только второй ряд этих сидений, потому что у первого не откидывались спинки. Опять же, ну, чтобы не мешать людям проходить. На втором ряду при этом был полный кайф, полный комфорт. Места для ног больше, своя спинка откидывается, у человека перед тобой не откидывается, потому что он лох. Но в компании решили, что главное, это больше места для ног, и теперь оба ряда считаются удобными, одинаково комфортными. Поэтому больше комфорта при том же комфорте. Естественно, эти места платные, ну, и либо они там статусникам отдаются программой лояльности. Видно, конечно, как компания прям выдумывает, как какие-то разные приколы, чтобы хоть как-то компенсировать сокращение прибыли. Они там месяц назад запустили лежачие места в экономе, когда ты целый ряд выкупаешь, бонусом получаешь подушечку. Следующий шаг это бизнес-классы назвать первым классом, потому что там тебе стюардесса объясняет, как складывать и вычитать. Пам-пам. Че, следите за моими страданиями в красивых бегах на Крик-Лаке. Завтра, 25-го числа, финал будет, куда я прошел с Сашей Парадеевичем, с Жекичем. Будем биться за 6 миллионов рублей. Во-первых, это мы ждем, во-вторых, это мы смотрим, в-третьих, это мы болеем и поддерживаем. Я видел куски чернового монтажа. Без спойлеров, гарантирую, понервничаете. А из-за того, что это впервые за долгое время шоу, где я не в роли ведущего, а в роли игрока, у меня куча впечатлений. Я хочу записать отдельное видео про свой опыт и свои переживания. Ну, и не буду лукавить, чтобы зрителей шоу к себе заманить на канал, потом рассказывать самые интересные новости и события. Так вот, если вам интересны какие-то конкретные моменты того, как я участвовал, то пишите их в комментариях, вопросы задавайте. Я точно знаю, что сам хочу рассказать, но вдруг есть какие-то темы, которые большому числу из вас интересны. Так что спрашивайте, только смотрите, чтобы в комментарии была фраза, словосочетание крысиный бега, чтобы я потом мог быстро отфильтровать все вопросы поисков. Пам-пам. Кажется, подходят к концу сроки договоров и аренды у большого числа иностранных компаний. Ни специальные операции не заканчиваются, санкции не снимаются, а значит, и надежда вернуться на рынки гаснет с каждым днем. Теперь Россия останется без пиццы Доминос, которая работала в стране аж 98-го года. В пике имела 170 точек. Компания DP Евразия, владелец мастер-франшизы Доминос Пицца в России и ряде соседних стран, готовит свои чемоданы. Они освобождают площади, они собирают нарезанные пепперони, сворачивают сырные борты. Я не знаю, были ли у них все сырные борты, потому что я последний раз Доминос ел лет 6 назад, если не больше. Их объяснение стандартные, сложные экономические условия, накладывающиеся на политические факторы. Они пытались там кому-то продаться, не нашли покупателей с достаточным аппетитом, поэтому подали на банкротство. Домино есть нюанс. Как только заявили о запуске банкротства, сразу появился возможный покупатель. Тимоти. Он написал, в связи с уходом из страны и процедур банкротства Доминос Пицца прошу руководства связаться с нами и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством. Да, ведь единственный способ выйти на руководство пиццерии, когда-то Тимоти, это пост в социальной сети. Других каналов связи не существует. Сразу видно, у мужчины серьезные намерения. В прикол он-то закинул или нет, я не знаю, неважно. Я просто вспомнил, что существует же сеть кофеин Starbucks, которую он типа выкупил и до сих пор использует пародийный логотип там. То есть мои надежды на то, что это временный прикол и они реально разработают собственный какой-то уникальный дизайн, не оправдались. Пам-пам. Мы не закончили с исходом брендов, если что. Россию покидает Юникло, японский гигант, который дарил нам футболки, как будто вышитые феями. И куртки теплые, как объятия бабушки. Бабушки, которая любит минимализм и спокойную палитру цветов. Та, вторая бабушка. Компания заявила о полном уходе. Все пространства, которые когда-то занимали, уже перешли другим ритейлерам. Логично, ожидаемо, но все еще грустно. Зары нет, Юникло нет, даже H&M нет. Где мне однотонные футболки теперь покупать? Если там только искать их на маркетплейсах, но это не те ощущения. Причем компания так сильно решила уйти, что они даже штрафы заплатили за расторжение договоров аренды. Они выпустили 11 окладов всем сотрудникам. По сути, от Юникло в России осталось только юрлицо. Такая тоненькая ниточка, которая позволит в каком-то возможном варианте развития событий вернуться в Россию. Я понимаю, как это звучит, но нет, Тимати. Не надо. Достаточно. Пам-пам. Это мразь. Это чмо капиталистическое. Этот убогий нарцисс с синдромом Бога. Илон Маск, этот ваш обосранный, он знаете, что сделал? В Твиттере прекрасном, который он без спроса купил и испоганил. Знаете? Он в своем порыве там все оптимизировать удалил все фотографии к постам до 2014 года. Реально, он конченый. Без предупреждения все потер. Включая самое залайканное фото с Оскара. У этого создания просто нет ничего человечества. А нет, все подчинили, это просто баг был. Я даже не утрирую. Вот такая реакция была в Твиттере на то, что внезапно обнаружилось, что не прогружаются фотки в старых постах. И там прям выходили статьи в прилично достаточно интернет-изданиях о том, что удалили все. Илон Маск сделал очередную гадость. Все удалил. И, естественно, пользователи Твиттера побежали с радостью в сотый раз дерьмом закидывать нелюбимого миллиардера. Но ведь как будто очевидно, что это был сбой, баг в системе. То есть я даже не говорю о том, что в целом удалять данные это, ну, так, насколько я знаю, не делают в социальных сетях, потому что это геморнее, чем просто новую память купить. Ну, вообще просто это же понятно. Я, может быть, по себе сужу, но вот я как бы я бы обратил внимание, что обычно чуть ли не самые там маленькие изменения компания анонсирует и публично объясняет, объявляет. Они даже про негативные вещи так делать не скрывают их часто. Но здесь первая реакция людей это негатив, обвинения и фразы «Ой, да мне с ним все давно понятно, но теперь мне с ним еще сильнее все понятно». А когда фотки вернулись, стали ли эти люди изменяться? Да, конечно, нет. Зачем? Они уже там кого-то другого говном поливают. Такая вот жизнь. Я в это время был на съемках и решил провести эксперимент. Я запостил одновременно в Твиттере и в Телеграме одинаковые безобидные сообщения типа «Пожелайте удачи на съемках». И, ну, я оставлю в описании ссылки на эти посты. Просто посмотрите, насколько отличается радикальная реакция людей. То есть и там, и там текст поста одинаковый, в одно время опубликованный. Он никакой не вирусный, то есть там его увидели только подписчики моего аккаунта, а не какие-то сторонние люди. То есть люди, которые осознанно на меня подписаны. Ну, это как будто два разных мира вообще. Какой тут вывод из эксперимента? Он на самом деле достаточно известный, понятный так часто бывает, что люди они сами обустраивают среду, в которой они обитают. Но почему-то иногда забывают, что потом эта среда начинает влиять на них и менять их. Пам-пам. Ну, и плохие новости для владельцев премиальных немецких автомобилей. Ауди, BMW, Mercedes. Похоже, они считают, что Россия больше не нуждается в их заводском ПО. Понятно, что их подтолкнуло к такому решению. Далеко они не испугались конкуренции с москвичом и Ладой. Это грустно. Это грустно официальным дилерам, потому что они теперь ничем не отличаются от неофициальных дилеров. Грустно владельцам новых машин, потому что не будут проблемы с ценой обслуживания, вообще с доступностью обслуживания, с обновлением мультимедийных систем. Просто ключ сделать теперь будет очень дорого. Естественно, речь больше о моделях премиум-класса. У народных моделей там как-то всегда попроще все обслуживанием. Но Соловьев недоволен. Мы вас отключаем от обновлений, для чего? Чтобы вы, русские, погибали в автомобильных катастрофах. Так прям сильно переживает за людей, что-то не подходит, что у него майбух. Как и везде, скорее всего, придумывают обходные пути, как и ключи делать, как там диагностику проводить, но это, конечно, займет время и в любом случае не будет так же удобно, так же дешево, как раньше. А еще знаете, что забавно? То есть это же именно то, к чему подводят компании, которые стараются повсюду вводить подписочные сервисы. Что вот в какой-то момент можно все отрубить в одностороннем порядке. Ты вроде как и заплатил кучу денег за машину известного бренда, тебе там обещали, обслуживали. Сервис, любовь до гроба. А нет, политическая ситуация поменялась, все, бай-бай. Я, если что, не переживаю за людей, которые катаются на тачках за 10, 20, 30 миллионов рублей, уверен, они выживут. Но вот именно наличие такого механизма взаимоотношений между производителем, продавцом и покупателем, это, ну, это на самом деле опасная дорожка. Пам-пам. Кажется, один из главных визуальных эффектов, который стараются вот освоить сейчас в Голливуде, это омоложение актеров. У кого-то получается хорошо, у кого-то получается не очень. Раньше был просто грим, да, он позволял там добавить возраста, либо спрятать несколько морщин, чуть моложе сделал, да, но компьютерная графика дает, по сути, в руки машину времени. Но это все равно очень геморно, очень дорого и не всегда получается. Так вот, создатели сериала «Монарх. Наследие монстров» это такой сериал от Apple TV в мире Годзиллы. Они нашли хороший альтернативный способ экономить на цифровом омоложении актеров. Они просто привлекают их родных эффективно и, наверное, забавнее такое снимать. Там одну из главных ролей исполняет знаменитый актер Курт Рассел, чуть ли не одна из главных там звезд 80-х и 90-х даже. Он играет армейского офицера Ли Шоу в нашем времени. А вот чтобы изобразить Ли Шоу в 50-х годах, позвали сына Курта Рассела Уайта Рассела. Вы его можете знать, а можете и не знать. Я его видел в сериале «Сокол и зимний солдат». Он там играл нового «Капитана Америку». Вместо того, чтобы тратить миллионы на омоложение актеров в постпродакшене, легче просто взять их детей. По фотографиям видно, что достаточно сильно похож отец и сын. Правдоподобно будет выглядеть. Я думаю, продюсеры довольны своим решением. Я не удивлюсь, если они реально сели с калькулятором, посчитали, сколько будет стоить омолодить Курта Рассела во всех нужных сценах. И что позвать его сына, менее известного, будет куда дешевле. Кстати, они в последний раз вместе на экране были в аж 98-м году в фильме «Солдат». Дальше, видимо, батя ждал, пока сынок созреет. Так что, если кто-то в детстве опасался, что он вырастет и станет похожим на своих родителей, вот бывают ситуации, где это полезно. Выгодно, как минимум. Ну, если мы в Голливуде. Пам-пам. Следующая новость, она скорее из-за разряда слухов, но кто мне запретит? Правильно? Вот помните эти эмоции, когда вы смотрели последний полнометражный фильм о Человеке-пауке и на экране появились они? Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Это был настоящий праздник для фанатов. Так вот, согласно информации издания Marvel Updates, продюсеры не собираются останавливаться на достигнутом. Доить фансервис и ностальгию будет дальше. В предстоящем фильме «Мадам Паутина», в которой главную роль исполнит Дакота Джонсон, опять ожидает скамея вот этих двух ретро-Питеров-Паркеров. Вроде пойдут по бюджетной схеме, будут там архивные кадры использовать, но, тем не менее, вот такое присутствие их, естественно, даст какой-то дополнительный колорит картине. Как говорится, шутка, повторенная дважды, принесет в два раза больше денег. Наверное, может, на это они рассчитывают, я не знаю. Там в целом много разговоров о том, что Магуайр и Гарфилда будут еще звать в новые фильмы. Все-таки, ну, мультиверс они осваивают, надо возвращать старых актеров или смотреть, если у них молодые дети. Меня чем этот слух зацепило? Что вот, если я не ошибаюсь, Мадам Паутина это как раз персонаж, который чуть ли не полностью о мультиверсе, да? Если я ошибаюсь, простит меня, Кьюбайн. Так вот, в мультфильме Человек-паук Паутина Вселенных использовали кадры с живыми актерами. Как раз там архивные из фильма в том числе. Так вот, по идее, что сейчас мешает Марвел в полнометражный фильм с живыми актерами добавить рисованного паука? То есть, да, на первый взгляд идея выглядит такой неуместной и несерьезной, но вспомните, как сейчас выглядят фильмы Марвел. Как там выглядят костюмы героев. Это уже далеко не тот типа реалистичный стиль, который там был в первом Железном Человеке. Сейчас совершенно другое все. Даже были по факту мультяшные сцены в тех же Стражах Галактики. Так что давайте, добавляйте в фильмы Марвел мультяшек паука из 90-х добавлять. Че, не надо стесняться. Пам-пам. Догадайтесь, кого лишили голоса в этот раз. Марио. It's a me! Марио! У-ху! Чарльз Мартине, человек, который дарил голос нашему любимому итальянскому водопробочику аж с 91-го года, больше не будет его озвучивать. Не переживайте, мужчину не выгоняют на улицу. Его трудоустроят. Он теперь будет на новой роли посла Марио, амбассадор Марио. То есть будет выполнять какие-то представительские пиар-функции. На комик-коны ходить, но активного участия принимать не будет. Как сообщает Нинтендо, про него там отдельное видео выпустят, все респекты ему окажут, но озвучивать больше не надо, как-то сами. Это, конечно, большая новость для ярых фанатов франшизы Марио, но типа, если честно, ну, Марио уже не самый болтливый, да, персонаж в мире. То есть, как будто, вот в этом случае, ладно, его можно просто нейросетью заменить. Отчисление там, платите оригинальному голосу и все. Как будто, вы достаточно раз за 30 лет записали одни и те же вскрики. Можно натренировать нейронку. Ну, или Криса Прата позовите. Я о том, что вот, вот так аккуратно нужно людей с должности снимать. Все объяснили, все показали. Может быть, это и Суровикина сделали бы там послом СВО. Раньше был генерал Армагеддон, теперь будет генерал Амбассадор. Пам-пам. Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев. Рад, что вы до конца досмотрели. Я это принимаю как одобрение моей работы, как знак уважения. Спасибо. Ну, и комплимент дня для всех подписчиков канала. Я вот говорил, что не надо переживать о том, что рост ВВП не обязательно сказывается на жизни рядовых граждан. Не надо переживать, потому что ты не рядовой гражданин. Ты уникальность. Пам-пам.